Это итоговая программа День с толком. Меня зовут Анастасия Дороган и сегодня мы расскажем, чем запомнилась эта неделя. Площадь пожара в Егоревском районе превысила 5000 гектаров. В тушении такого масштабного возгорания, которое началось 7 июня, задействовано полторы сотни человек. В помощь прибыли десантники пожарные из Республики Алтай для работы на самых опасных участках. Огонь тушат почти 80 единиц техники и тяжелая артиллерия – самолет «Амфибия» из Красноярского края. На видео «Амфибия» забирает воду из Гилевского водохранилища. По 12 тонн воды в две группы баков. Для такого дозабора самолету нужно всего 10 секунд, но силы тушения все равно пока не успевают за огнем. Из-за сухой жаркой погоды возгорание быстро распространяется. В некоторых местах огонь подошел к населенным пунктам на расстоянии 10 километров. В МЧС это считается безопасной дистанцией, но особо встревоженные жители поспешили уехать подальше. Сейчас вокруг деревень и электроподстанции копают защитные полосы. Накануне на место ЧС выехал главный прокурор края Антон Герман. Тушение пожара на контроле у Виктора Томенко. Впервые на выборах губернатора Алтайского края используют электронное голосование. Жители края при желании смогут отдать свой голос в онлайн-формате через портал госуслуги. Все, что нужно для участия в выборах, доступный интернет. Сейчас там зарегистрировано 65% избирателей. О появлении такой возможности говорят уже не первый год. За онлайн-подход часто выступает молодежь и те, кто в силу различных обстоятельств в день выборов не может прийти на участок. Однако, судя по комментариям в соцсетях, большинство пока скептически относятся к новинке и больше доверяют традиционному оффлайн-формату. Также на этой неделе стала известна дата проведения выборов главы региона. Это случится 10 сентября, традиционно в единый день голосования. Участвовать в них могут кандидаты, поддержанные избирательными объединениями и прошедший так называемый муниципальный фильтр. Обязательный сбор подписей не менее 7% муниципальных депутатов. Процедура достаточно серьезная. При соблюдении этих условий, при сборе подписей муниципального фильтра проходит регистрация избирательной комиссии. И кандидаты уже приступают непосредственно к этапу избирательной кампании, агитации и так далее. Добавим, численность избирателей в крае по сравнению с прошлым годом снизилась. Сейчас это почти 1 млн 770 тысяч человек. Посевная кампания в этом году вновь проходит непросто. Фермеры края, особенно степной его части, ждут дождей. В некоторых районах осадков не было больше месяца. А затяжная жара только усугубляет положение. И это не единственная сложность сельхозпроизводителей. Валентина Аскерова пообщалась с аграриями, чтобы узнать, какие проблемы их волнуют и как решать эти земельные вопросы. Посевная кампания выходит на финишную прямую. 85% площадей в Алтайском крае уже засеяны. Кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником и многими другими культурами. Отдельные хозяйства сейчас досеивают гречиху. По заявлениям властей, проблем с семенами у фермеров в этом году не было. Однако небольшая задержка, как сообщили нам некоторые аграрии, в частности Ребрихинского района, была. По их словам, импортные семена свекл из-за санкции пришли с опозданием на целый месяц. Должны были в марте, пришли в конце апреля. Это никак не сказалось на посевной, но аграрии успели понервничать. Нервничать они не перестали и в дальнейшем. В регион пришла аномальная жара. В крысьянско-фермерском хозяйстве Анатолия Иванова уже больше месяца не могут спать спокойно. В Косикинском районе 40 дней не было дождей. Вот видите, температура выше 30, лист начинает скручиваться в трубочку. О чем это говорит, что в почве, в метровом слое нет запаса влаги. Изначально урожай ценился в 60 центеров, сегодня он уже упал до 40. Я думаю, если еще неделя такой погоды, то урожай будет уже 30 центеров. По прошлому году мы получили чуть более 130 миллионов тонн продукции сельского хозяйства по растеневодству. Несколько лет назад мы впервые получили чуть больше 100. Это был рекорд района и наших сельхозтоваропроизводителей. Теперь это уже норма, мы не считаем это рекордом. Это обыденная жизнь, поэтому рассчитываю, что хотя бы по уровню прошлого года, даст Бог, получится. Если берем производство продукции растеневодства, пшеница и зерновых, последние два года у нас были рекорды. У нас личная культура с последних два года рекордов. Если смотреть по погодным условиям, таких рекордов, в общем-то мы, наверное, не должны были ожидать. Техническое перевооружение позволяет на сегодняшний день в достаточно сложных природно-пневматических условиях получать достаточно большие результаты. Хороший урожай, безусловно, нужен. Но когда его много, а потребности внутреннего рынка не бесконечны, получается обратный эффект. Так рекордный урожай пшеницы в 2022 году привел к обвалу цен на продукцию. За килограмм пшеницы сейчас предлагают 10,5, а это себестоимость. Мы вот сегодня оцениваем пшеничное поле, это просто как элемент севооборота. Мы понимаем, что мы прибыли с этого поля не получим. Но от севооборота мы отступить не можем. Это закон природы, сеять определенную культуру после какой-то культуры. И мы не изменили севооборот ни на сколько в этом сезоне, он остался прежним. Наша, так сказать, царица культуры – это пшеница. Вот. Ее, так сказать, незаслуженно опустили по ценам. Опустили. Ну, связано, конечно, с реализацией на внешний рынок. Внутри нам столько его не надо. Значит, надо думать о том, чтобы как-то или может уменьшить площадя, или, может быть, наладить сбыт в другие каналы, найти другие места, где-то другие страны. Но экспортный сбыт наладить непросто. Сельхозпроизводители ломают голову, что делать с пшеницей. И параллельно высматривают варианты сбыта некогда прибыльного рапса. Мы на сегодня посеяли площадь рапса. И мы не знаем, откроется ли экспорт или не откроется. То есть, если экспорт не откроется, жировики опускают цену до таких пределов, что этой культурой становится невыгодной заниматься. То же самое, что и по пшенице. Закрыт экспорт, ограничивается пошлинами. Эта культура становится нерентабельной. Поиском новых рынков сбыта сейчас занимаются власти. В перспективе продавать нашу продукцию могут в Азию. Но в такой рынок еще нужно зайти. По словам министра, на модернизацию отрасли направлено почти 22 миллиарда рублей. Это только на покупку машинного оборудования. За последние пять лет аграрная сфера получила 60 миллиардов на приобретение машин и оборудования. В четыре раза вырос размер зерновых субсидий. Все это должно помочь перевооружению. По статистике агрария, в жизни населения остается один из 50. Люди уезжают из-за слабо развитой инфраструктуры. Поэтому большие надежды сельхозпроизводители возлагают на идею качественного благоустройства населенных пунктов. Строительство дорог, домов, культуры, магазинов. По их мнению, такие меры вернут интерес молодого поколения к земле и ее плодам. А у аграрной сферы появятся молодые кадры, то есть будущее. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. О проблемах в сфере сельского хозяйства наша съемочная группа поговорила с фермером из Калманского района Александром Степановым. Приходилось ли залазить в кредиты или сейчас более-менее доступны цены на сельхозтехнику? В основном техника у нас приобреталась, наверное, процентов 60 за счет кредитных средств. Вот в основном. Ну, мы часть берем, конечно, на свои деньги. Но когда стоит, к примеру, комбайн, там оборудован 30 миллионов, к примеру, там, 5 лет назад, ну, сложновато было. Вот. Ну, без кредитов никто не обходится. Поэтому со стороны государства должна быть помощь соответствующая. Дешевые кредиты, долгие, вот, чтобы мы могли развиваться. Сейчас такие программы есть? Есть программы, но есть какие-то трудности там реализации вот этих вот по кредитам. Ну, там, наверное, финансовая сторона. Там не хватает средств для финансирования процентной ставки. Вроде как такие разговоры идут. Вот. Ну, пока мы не брали в этом году кредиты. То есть, пока в этом году мерами господдержки вы не пользуетесь? Нет, мы сами, своими средствами обходимся. По поводу прошлого года. Удалось ли все реализовать? Конечно. Мы продавали немножко пораньше. Некоторые приезжали урожай. Мы почти в прошлом году, в 22-м году, почти на 80% продали. Понимание было, что цены будут падать. Было какое-то предчувствие, может быть, какие-то догадки, что цены рухнут. Вот просто настолько много всего у нас сейчас в России. Куда их будем девать? Цены, естественно, будут падать. Плен был 62, стал 28. Как вы думаете? Ну, 28 тоже, она как бы предельно нормальная цена. Ну, рентабельность присутствует. Ну, когда 60, конечно, хорошо. По всем масличным, по всем масличным культурам провал произошел. Два, два с половиной раза цен. На пшеницу там полтора раза, грубо. Вот. Ну, по всем культурам понижение цен было. Зимой я беседовал в школе с двумя классами, выпускниками. Из двух классов только один имеет желание работать на селе. То есть, ну, это, грубо говоря, 50 человек из 51. Ну, тут надо призадуматься. У нас мало освещается, наверное, все-таки в печати, на телевидении, именно, какое стало производство на селе. И сколько могут зарабатывать. Ну, условия, конечно, не очень хорошие в населе. Все равно нету там ряд заведений, где можно было развлечься. Вот. Ну, люди не хотят на селе оставаться. У нас, если, к примеру, сельского населения в стране где-то 20... Наверное, я могу ошибиться. Вровень 40 процентов, по-моему, сельского населения в России. Вот. Один процент только остается на селе. Хочет остаться. Ну, просто можно так сказать. Ну, может, два. Но это плохо. Люди в город рвутся. С города приезжают к нам работать. Сельских профессий сейчас сложно получить. В школах раньше обучали. На тракториста, на водителя обучали. Было это. Все, теперь дети не знают, что такое трактор. На самом деле. Живет в деревне. Уже про коров забывают. Поэтому скоро только будем смотреть это в энциклопедии. Кто это там, корова, бык? О, оказывается. Это бык, это корова. На самом деле, деревня так сейчас. А вы слышали такую мысль про создание агропоселка? У нас очень так это слабо развит. Я даже, можно сказать, и не слышал. Это сильно развито в Белоруссии. Лукашенко там в этом направлении мощно работает. Они прямо агропоселки строят со всей инфраструктурой. Все там. Магазины, школы, детсады. Все это делает. Нам в это направление надо поработать. Ну, я даже хотя бы этого не делать, не строить села. Села модернизировать на более современный лад. То есть клубы, какие-то там дороги, чтобы были. Ну, у нас сейчас газ зашел. Вода вроде как что-то есть. Движется, движется, но очень слабо. То засуха, то еще какие-то климатические проблемы. Вот как выживать фермеру сегодня? При наутиле от этих рисков мы уходим. Ну, от града и там что-то еще такого мы не спасемся. Но, по крайней мере, от засухи сильной мы маленько как-то компенсируем. Смягчаем удар природный, как бы, жары этой. Вот, мы смягчаем маленечко. Поэтому мы к этой технологии пришли. То есть благодаря тому, что увлажняете почву? Ну, сохраняем влагу правильно. Сохраняете. Да. Мы ее вот собрали зимой, теперь она лежит, она сохранилась. Вот надо поэтому ученых привлечь, сказать, приехайте, посмотрите, сколько мне влаги сейчас. На метровом, метровом, двухметровом слое. Вот поэтому я готов сотрудничать с ними, общаться, говорить, что-то там рассказывать, что-то они рекомендуют нам. Мы же не такие уж и умные. Первая полноценная июньская неделя сразу же проверяла Сибиряков на прочность. Жара плюс 35 и местами до плюс 40. По словам главного врача Барнольской поликлиники номер один Елены Азаровой, с 1 июня в медучреждении зарегистрировали около сотни обращений из-за ухудшения здоровья на фоне жары. Некоторые жители региона уже попали в больницу солнечным ударом. Как пережить жару правильно, выясняла Ирина Корчагина. Нет, у вас нет. Ну и что даже литра не нальете? Ну пить-то. Уж постарайтесь, чтобы от жажды тут не померли. За бортом почти 40 градусов. Продавец пытается наклонить бочку, чтобы вылить остатки живительного кваса. В аномальную жару, которая держится уже больше недели, жители города спасаются как могут. Вот лимонадом, ну водка, жарко, пиво, его столько не выпьешь, сколько жары. Ну вот лимонадом только что. Мороженое. Ну вот беру потихоньку в магазине, чуть-чуть наценку делаю и людям помогаю, так хожу, спрашиваю. Ну и сама тоже ем. Тихо сходим с ума под зонтами, как-то прячемся. Ну, вода, все, все спасение. Котички с собой берем, да и забыла сейчас. Шляпку носим, не ворчим на жизнь, говорим, слава Богу, и говорим, Господи, да дай, да я еще. Ломаются автобусы, выходят из строя и люди. Вот такой бесштанный охранник был замечен на улице Пионеров. И все же в жару лучше одеться, но сделать это правильно, желательно в хлопок. И даже с головным убором на палящем солнце не стоит находиться больше 40 минут. В Барнауле уже есть пострадавшие от солнечного удара. Если у нас средняя температура июня 23-24 градуса, то для нас, мы уже привыкли, мы в этой температуре хорошо живем. Все, что выше 27, это для нас уже не хорошо. Хорошо. И, конечно, 37-36 градусов – это испытание. Это в первую очередь испытание для нашей сердечно-сосудистой системы. Отметим, что сладкие напитки и мороженое – все же не лучшее решение в жару, как и тяжелые продукты. Лето – это у нас время года теплое. Организм не испытывает большой потребности в том, чтобы согреваться дополнительно и тратить на это огромное количество энергии. Поэтому в целом калорийность рациона может снижаться. И вообще есть смысл делать упор на такие более легкие блюда, овощные блюда, не злоупотреблять жирными продуктами для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Кстати, эксперты говорят, что жара – не повод отказываться от физической активности. Важно следить за пульсом, соблюдать водно-солевой баланс и не выходить за рамки своего здоровья. С 5.30 до 8.30 утра – наиболее подходящее время для тренировок на выносливость. А с 18.30 до 20.30 – лучший вариант для силовых занятий. Воздержаться от аэрозолей и антиперспирантов, нарушающих кожное дыхание. А вот натуральные эфирные масла освежают и тело, и настроение. Отказываться от дезодорантов или нет – это, конечно, ваше дело. С завтрашнего дня синоптики обещают дожди и грозы. Жара до плюс 38 градусов пока сохраняется. Зато в субботу ожидается спад температуры. И, судя по прогнозу погоды, на следующую неделю будет сносно. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Всю неделю барнаульцы искали, где бы охладиться, и тянулись к водоемам. Хотя официально купальный сезон начинается только в эти выходные. Юлия Ощепина съездила на Барнаульский пляж и еще в парк, где, вопреки правилам, стихийно организуются массовые заплывы. В Сибири очень короткое лето. Вот когда жаркое солнце, надо начать сезон. Пусть это будет март, апрель, май, июнь – неважно. Надо ловить момент. На городском пляже Барнаула даже в будний день достаточно отдыхающих. Ловят солнце, окунаются в воду, заверяют. О безопасности думают. Мы просто в воду не заходим, то есть вот на берегу только. Они знают, что нельзя, но я смотрю за ними. Я стараюсь не заплывать далеко, ну и чтобы люди рядом были. Буйки на расстоянии 30 метров от берега. И пока это главное предостережение для всех желающих купаться. Заплывать за них небезопасно. В такое пекло мало кто вспомнит, что официально купальный сезон еще не открыт. Поэтому спасателей еще нет. Жизнь отдыхающих в руках самих отдыхающих. И рисковать не стоит. Вот все прекрасно отдыхает. Пляж хорошо, все замечательно. Условия, конечно, бы создавались получше. Ну и желательно бы открывать его немножко пораньше. Потому что сейчас такая жара. Июнь месяц, и ребятишки, и все. Разность температур при вхождении человека в воду может негативно повлиять на организм. Возможны разные исходы этой ситуации. Самое распространенное – это судороги. Что реже бывает – остановка сердечной мышцы и так далее. Спасатели предупреждают. На воде нужно быть очень внимательными, особенно с детьми. Официальное открытие купального сезона будет в эти выходные. Но некоторые предпочитают не ждать. И не все даже едут на берег водоема, а выбирают берег пруда. В парке «Изумрудный» каждый день массовый детский заплыв. Однако водоем для этого не предназначен. У нас охрана работает. Есть договор с ЧОПом о том, чтобы еще дополнительно охранять вот эту территорию. Но, к сожалению, остановить полностью купание не получается. Потому что стоит только уйти охраннику, либо там представитель администрации парка, дети опять запрыгивают. И, к сожалению, они сами, ни их родители, что самое важное, не понимают, насколько это опасно. Глубина пруда – полтора метра. Немного, но и они могут стать роковыми. Кстати, все сопровождающие детей от комментариев отказались, но добавили – купаться больше негде. А большинство детворы в воде – без разрешения родителей. Ну, купаться вот тут вообще не разрешают. А так везде можно. А ты понимаешь, что здесь опасно купаться? Здесь не спасатели, никого нет. Мало ли что может случиться. Ну, как и по мне, я умею купаться. Я 6 лет занимался плаванием. Я не могу утонуть. А вот других – то, возможно, опасно. Тут маленькие дети каждый день купаются. С родителями, без родителей. Я не понимаю, как родители отпускают детей без родителей. Маленьких еще. Именно здесь, да, разрешают. Если на речке, как говорится, на оби, то нет. Здесь не очень глубоко, если рядом с берегом. И еще я это аргументирую тем, что я не буду заплывать на очередину и еще дальше. Смотря, как они прыгают, сальто прыгают. Я беспокоюсь, как бы какой-нибудь ребенок не травмировался. Да. И, ну, потом будет аналогичная проблема, как было зимой с горками. То есть родители потом начинают обращаться на администрацию в суд, потому что ребятишки получают травму. Вода стоячая. Там и микробы, и грязь, и чего только нет. А потом будут жаловаться, ах, моя Диточка заболела, ах, Диточка болеет. Вот закройте этот парк, закройте этот пруд. Это ненормально. Когда видите вот такое действие, не пробовали сами как-то воздействовать? Бесполезно. Пробовала, мне послали. Я не пошла. Пруд открыли только в этом году. И, возможно, не все ознакомились с правилами парка, предполагает директор Владислав Бакаев. Однако штрафовать нарушителей никто, кроме сотрудников полиции, не может. Буду благодарен и общественному резонансу, и вмешательству правоохранительных органов, для того, чтобы все-таки пресечь эту ситуацию. Потому что мне очень бы хотелось, чтобы случилась беда. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Самозанятые сотрудники интернет-платформы не останутся одни в беде. Профсоюзы России начинают активно работать на защиту этой категории специалистов. Об этом рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он провел эту неделю в Барнауле, где участвовал во всероссийском ежегодном семинаре для профсоюзов. Нам удалось пообщаться с Александром, где он рассказал, как профсоюзы помогают россиянам бороться за свои права, и как новой категории сотрудников сейчас помогают выйти в правовое поле. Вопрос простой. Получают ли они, грубо говоря, заработную плату? Есть ли у них проблемы с их нанимателем в процессе получения заработной платы, с точки зрения ее и размеров, и долги, и так далее? Нарушаются ли их права с их точки зрения? Если на эти вопросы мы даем, да, есть проблемы с размером, есть проблемы со сроками, есть проблемы с правами, да, тогда, конечно, людям нужен профсоюз. Но вопрос заключается в том, что сейчас у нас, вот, самозанятые, предположим, туда правительство успешно загнало, я бы так сказал аккуратно, в районе 7 миллионов человек. Это большая цифра на самом деле. Вот. Но сейчас их статус в смысле трудовых отношений не описан вообще никак. В том смысле, что правительство это делало для чего? Для того, чтобы вывести большое количество людей из серой зоны, как бы вот всей гаражной экономики, где они были, там, и так далее. И сказал, ребята, платите минимальный процент, а, значит, вот, причем только такой, что называется, значит, процент от доходов, как бы, да, либо вообще фиксированную сумму. Но, значит, при этом, кто они такие? С точки зрения трудовых прав не описано сейчас ни в одном законе. А у них люди вступают вот в этот статус, получают его, получить достаточно просто. Но они не понимают следующую вещь, что тут те деньги, которые они платят, минимальные и небольшие, они не дают им прав на социальное страхование, они не дают им прав на пособие по безработице, и они, вообще-то, не дают им прав на пенсию. Да? И через, там, несколько, некоторое время, когда люди попытаются, там, вообще, что-то получить, выйти на пенсию, значит, они столкнутся с проблемами. И как тогда лучше? Значит, вот сейчас как раз история следующая, что, значит, во-первых, идет большая полемика как раз у профсоюзов. Казалось бы, это люди, которые сейчас не являются членами профсоюза. Они к нам формально не относятся. А вообще они к вам обращаются? Так вот, сейчас я все расскажу. Вот, значит, смотрите. Значит, и вот как раз идет полемика наша с правительством, например, того, чтобы определить какие-то деньги, сделать какую-то систему, пусть даже добровольную, в которую могли бы вступать вот эти самозанятые и выплачивать туда какой-то взнос, чтобы потом рассчитывать на, там, пенсию, на, там, соцстрах и так далее, да, с одной стороны. С другой стороны, сейчас практически уже принят закон о занятости. Значит, предыдущая версия закона, она действовала с начала 90-х, радикально сейчас изменилась экономика, там, трудовые отношения и так далее, и поэтому его там серьезно переписали. И вот в качестве законов спутников к этому основному закону должны выступать отдельно законы о самозанятых и о платформенной занятости. Где, ну, во-первых, должен быть определен по идее статус этих людей, а не кто. Значит, это помните, как в этом самом у Ильфа и Петрова, значит, 12 стульев, когда, говорит, предваритель дворянства, он кто? Пролетарий? Какой пролетарий, говорит? А кто? Буржуй? Какой буржуй? Он предваритель дворянства, так сказать. Вот та же история с самозанятым. Он работник? Ну, мы считаем, что да. А, допустим, а предприятие говорит, что нет. И государство, скорее, эту позицию отстаивает. Он работодатель? Ну, вроде бы, нет. Да, он кто? Но, кроме этого, кроме определения его функции, еще он в этом законе, с нашей точки зрения, должен получить право на объединение в профсоюз. Потому что сейчас такими правами эти люди не обладают. Равно, как и люди, работающие в платформенной занятости. Сейчас уже начались такие инициативы, пока что региональные, по созданию профсоюзных структур, вот, людей, которые работают в этой системе. В данном случае, Вайлдберрис. Вот. Который, я думаю, закончится созданием профсоюзной организации. Вообще, даже в рамках страны. И мы вот тоже, со своей стороны, сейчас начинаем этим заниматься. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» в новом сезоне будет выступать в чемпионате ВХЛ. Это второй по силе турнир в России. Любители алтайского хоккея ждали этого 17 лет. Свой последний матч высшей лиги был сыгран еще в 2006-м командой «Мотор». И вот возвращение в хоккей под элитного уровня. Сейчас идет работа по формированию бюджета. По регламенту он должен составить не менее 130 миллионов. Это почти втрое больше, чем сейчас. Будет больше поездок. Нашей команде придется встречаться с соперниками от Ханты-Мансейска до Санкт-Петербурга. Изменения уже происходят и в составе клуба. Новым главным тренером команды назначен Дмитрий Пархоменко. Он работал с многими клубами из России, Латвии и Казахстана. Это очень сильная лига. Интересная. Поверьте, очень много самобытных команд, которые каждая хочет победить. Всегда движение, страсть, азарт. Будет интересно. Да, конечно, мы будем стараться. Будет всем непросто. Мы хотим, чтобы у нас в команде было как можно больше воспитанников алтайского хоккея. Сейчас на данный момент их не очень много. В принципе, поэтому из тех игроков, кто нам доступен, мы ведем переговоры со всеми. Но пока не все к нам согласились приехать. 12 июня в стране будут праздновать День России. Удивлять барнаульцев будут концертами, спортивными соревнованиями, выставками и даже кинопоказом. Всего в Крыловой столице запланировано 76 мероприятий, участниками которых станут и гости из Донецка и Славяно-Сербска. Празднование Дня России начнется в 9 часов утра в Нагорном парке возле Стелла Трудовой Доблести. А главной точкой притяжения в этот день традиционно станет площадь Сахарова. До обеда там проведут соревнования, а с 15 часов начнутся праздничные программы. Творческие площадки будут работать и в городских парках, а гостей из Умрудного в этот день даже ждет кинопоказ советских фильмов. На Арбате и во Дворце культуры города организуют выставки художников. Завершится день праздничным фейерверком на Сахарова в 22.30. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok